Итак, вопрос. Можно ли вылечить аденому? Зачитываю письмо. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как быть у мужа аденома пристательной железы? Пили АСД-2 длительно по схеме. Можно ли вылечить аденому полностью или необходимо сделать операцию? Научите, пожалуйста. С уважением, Елена. Значит, уважаемые подписчики, гости моего канала, мои пациенты. Значит, насчет аденомы простаты. Разберу полностью это письмо. Но сразу хочу сказать вам, что вылечить аденому простаты можно. Главное, не отложить эту проблему в длинный ящик, в дальний ящик и забыть про нее на какое-то время. Аденома простаты лечится, причем не только оперативно, хирургически или только при помощи операции, а и консервативно можно вылечить. То есть, что это значит? Это значит, что лечение простаты, если вы обратились вовремя, урологи лечат лекарственными препаратами. И назначаются препараты двух видов, двух направлений. Значит, первый это альфа-блокаторы, второй ингибиторы альфа-редуктазы. Что это значит? Я вам обещала простым языком все досконально, подробно рассказывать. Значит, первая группа препаратов – это препараты альфа-блокаторы, которые открывают шейку мочевого канала, мочевого пузыря. И улучшается мочеиспускание, потому что первая причина аденома – она сдавливает мочевой пузырь, идет плохой отток мочи, и вот мужчины очень сильно мучаются от боли, от плохого мочеиспускания. Большая проблема. Вторая группа препаратов, которые входят в консервативное лечение – это лекарства, которые влияют на гормональный фон, которые нормализуют гормональный фон, и аденома постепенно уменьшается в размерах, и уже потом идет наблюдение. Но это возможно, если вы вовремя обратились, вовремя доверились урологу. Сам врач уже подбирает в этом случае, когда мы лечимся только таблетками, дозы, препараты, время, которое вы будете лечиться, и уже, когда хорошие результаты опять прошли диагностику, достигнуты, тогда уже вы просто под наблюдением врача. Если ваша аденома более 100 сантиметров кубических, то есть объемненькая, то тут нужно уже хирургическое вмешательство, удаление. Если делать тоже вовремя, не запущено, операция не такая уже сложная. Быстро поправляются, сейчас столько современного оборудования, хорошие наработки. В общем, операция проходит очень легко. Народные методы. То, что вы говорите, вы принимаете фракцию АСД-2. Это препарат, во-первых, не для лечения человека. Это препарат из ветеринарной аптеки. Да, его многие принимают. Да, описания этого метода лечения столько. И если почитать журналы, начиная от бабушки, народный целитель, и даже в интернете, куча наработок, куча, что лечит, и рак, и все, что хочешь лечит. Но даже мой муж начал был принимать, не смог его принимать. Я и рада, что не смог, потому что, во-первых, ужасный состав. Вы читали состав? Это продукт перегонки отходов животноводчества. Туда входит все. И отходы внутренних органов. В общем, там чего только нет. Кто принимает вкус, запах, цвет, ну, понятно, соответствующие. Честно скажу, в аптеку приходят. За эти годы, что я работаю, этот препарат не только сейчас появился. Столько его принимали. Все говорят, да, улучшение, да, улучшение. Но ни один человек, а у меня около 30 случаев, я слышала, уже не помню. Даже вот недавно знакомые принимали. Но они тоже. Мы лечимся лучше, дело лучше, но диагностически. Я не видела подтверждений, что вы лечились. Фактически фактов нет. Даже ни один человек не сказал, что я вот вылечил то, от чего я лечился. Поэтому я утверждать не буду. Я не хочу вам перечить. Вы написали, что вы принимаете по схеме. Это ваше дело. Спорить ни с кем не хочу. Я вам сказала свое, свое мнение. И мое мнение основано на объективных наблюдениях. Я не слышала ни одного случая, что человек вот начал принимать. И через год пришел, хотя я говорила, вы мне скажите. Через год пришел и сказал, что он здоров. Вот этого у него нету. Я не слышала. Вопрос. А если не лечить? А если не ходить к врачу? А есть еще такое мнение. Да, это аденома. Это же у всех. Как у женщин фиброма, миома, так у мужчин аденома. Ну, с какой-то стороны состояние похоже. Да, у женщин есть свои болячки. У мужчин свои болячки. И аденому врачи иногда замечают случайно при обследовании УЗИ, когда еще мужчину ничего не беспокоит. И всем говорят, что мы с вами должны наблюдать и лучше лечить. Но у человека пока ничего не болит, он ничего не делает. Как говорится эта пословица, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и здесь. Поэтому, если не лечить, не наблюдать, не ходить к врачу, доброкачественная опухоль, а эта доброкачественная опухоль, как правило, переходит в злокачественную. А уже там могут добавляться другие проблемы. Может еще дойти до почечной недостаточности и до других заболеваний. Вы можете собрать целый букет недугов на свою голову. И тупиковый конец. Тупиковый или очень печальный. Поэтому честно рассказала правду за наблюдениями. Те, кто лечится, те, кто идут вовремя к врачу, держат под контролем. Если даже делают операцию, и запущенные случаи тоже хорошо заканчивались. Но нужно лечение. Нужна консультация врача, уролога. И, мои дорогие, не нужно бояться идти к врачам. У меня на эту тему много видео. И мои случаи. Посмотрите, вы на моем канале найдете эти видео. Поэтому к врачам. Мы для чего с вами здесь у меня на канале? Все мы хотим быть здоровые. А если не совсем здоровые, то хотя бы вести какой-то такой режим жизни, чтобы даже заболевания нам не давали никаких осложнений. Или не омрачали нашу жизнь. Сколько той жизни? Давайте мы ее будем хорошо проводить, хорошо лечиться. И чтобы радовать себя и тех, кто рядом с нами. И не надо нам ждать, когда грянет гром к врачу. Я надеюсь, я нашла правильные слова, ответив на ваш вопрос. Пока.